МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Скажи мне, милый человек, как могло случиться, что я вдруг стала феноменом учёности в глазах людей, действительно учёных? -"Подумай только, что я, которая ни о химии, ни о физике, ни о зоологии понятия не имела, теперь пишу об этом диссертации. Вхожу с учёными в диспуты и выхожу победительницей. Мне страшно. Я не понимаю, как это делается. Откуда всё это? Я ребус для грядущих поколений. Я сфинкс." Кто же она? Великий учитель? Мошенница века, как часто её называли? Или же ангел, посланный нам с небес? Как бы там ни было, факт остаётся фактом. Во имя идеи служения человечеству эта женщина отказалась от всего. Семьи, богатства, жизни личной. Она первая открыла Западу древние учения Тибета, но сама так и осталась загадкой для всех. Елена Петровна Блавацкая, русский философ, мистик, писательница. Основала в Нью-Йорке Теосовское общество. Родилась 12 августа 1831 года в городе Екатеринославе в семье офицера Петра Алексеевича фон Гана. Отец её принадлежал к известному немецкому аристократическому роду. Мать происходила из древнейшего русского рода Рюрика Ричи. Мать Елены Блавацкой, известная писательница, умерла очень рано. И её последними словами были, может, и к лучшему, что умираю. Не придётся видеть горькую участь Елены. Я уверена, судьба её будет не женской. Ей придётся много страдать. Пророчество сбылось. Страдать Елене пришлось действительно немало. Но её детство было счастливым. Её бабка Елена Павловна Долгорукова воспитывала её в лучших традициях аристократических семей. Вообще была замечательная женщина, очень образованная. Она говорила на пяти языках. Много занималась благотворительностью. И спонсировала детские школы, приюты. И, в общем, вот эта, я бы сказала, очень дворянская аристократическая традиция заботы о тех, кому она нужна, она вошла в жизнь Блавацкой с детства, вот, так сказать, с воспитанием бабки. Елена была ребёнком необычным. Добрая, умная, сильнейшей интуицией, порой граничащей с ясновидением. Однажды её застали за таким занятием. На чердаке её застали с голубями. И все эти голуби были в каком-то таком немножко каталептическом состоянии. Не собирались никуда улететь. Она сказала, что она их укладывает спать по рецептам Соломона. И вот действительно у неё была какая-то очевидная магнетическая способность, что эти голуби действительно засыпали. Люди боялись её искренности. Она всегда говорила только правду. А в приличном обществе это считалось признаком дурного тона. Действительно, много ли есть на свете людей, способных говорить только правду? И ещё меньше тех, кто способен правду воспринимать. Самой оригинальной выходкой юной барышни стало её замужество. В 1848 году 17-летняя девушка сообщила родным, что выходит замуж за 40-летнего Никифора Блавацкого, назначенного вице-губернатором. Елена перебралась в Тифлис. Близким она осознавалась, обмечалась Блавацким, чтобы избавиться от контроля родных. Другого варианта уйти из семьи у девушек того времени просто не было. Брак так и остался фиктивным, но все попытки развестись оказались неудачными. И она убегает от мужа. Верхом на лошади одна Елена умчалась из Тифлиса, пересекла русско-турецкую границу и зайцем на корабле добралась до Константинополя. Она навсегда покинула Россию и близких. Целых восемь лет после побега она никому не давала о себе знать. Боялась, что её выследит муж. Доверилась только отцу. Он понял, что к мужу она не вернётся и смирился. Так началась новая свободная жизнь. Елена давала уроки музыки, выступала как пианистка, писала книги, статьи. Молодая аристократка рискнула всем. И ради чего? Совершенно очевидно, что вела её некая высшая сила. Какая же? Много лет спустя она призналась, что рядом с ней всегда невидимо присутствовал некий таинственный друг. Учитель. Действительно, Елена Петровна Балавацкая уже с детства знала о существовании вот такого покровителя, наставника, духовного учителя ещё до встречи с ним. Облик учителя никогда не менялся. Светлый лик, длинные чёрные волосы, белые одежды. Он учил её во сне и ещё в детстве не однажды спасал ей жизнь. А родственники изумлялись. Какое чудо уберегло их ребёнка. Много позже она писала. «У меня всегда была вторая жизнь, непостижимая даже для меня самой, пока я не встретилась со своим таинственным учителем». Это произошло в 1851 году на первой всемирной выставке в Лондоне. Среди индийской делегации она вдруг увидела того, кто долгое время являлся ей во сне. В это время она была там с отцом и состоялся разговор её с учителем. Он объяснил ей, возможно, её будущее дело, связанное с передачей знания человечеству с образованием Тасовского общества. Как ясно из литературных источников, она думала над этим предложением три дня и, посоветовавшись с отцом, сразу же дала согласие на участие в предложенном деле. Елена была потрясена. Её учитель – реальный человек. Он сообщил, что её ждёт важная работа. Но прежде она должна подготовиться к ней и провести три года в Тибете. Блаватской всего 20 лет, и она поняла, какое будущее ей уготовано – путь ученичества и служение истине. Елена знала, что задача, которую поставил перед ней учитель – проникнуть на Тибет – необычайно сложна. Задание она выполняет, но для этого ей понадобилось целых 17 лет. За это время она предпринимает две неудачные попытки проникнуть в Тибет и совершает два кругосветных путешествия. Она сталкивается со смертельными опасностями, но каждый раз ей кто-то помогает, защищает и, главное, учит. Два путешествия в Индию она описала в интереснейшей книге из пещер и дебри Индостана. Несколько раз Блаватская серьезно заболевает и без посторонней помощи чудесным образом исцеляется. После каждой болезни ее сверхъестественные способности растут. Какими же способностями обладала Блаватская? Она предсказывала будущее, свободно читала закрытые письма, отвечала на вопросы, которые задавались мысленно. Могла перемещать печати и рисунки с одного листа на другой. И по просьбам людей могла общаться с умершими близкими родственниками. Ей удавалось одним взмахом руки вызывать чудесную музыку, которая лилась буквально с небес. В ее присутствии вещи начинали двигаться, перемещаться. У кого-то это вызывало восторг, а у кого-то страх. Она всегда видела умерших в день их кончины. Она видела то, как случится это. И она писала родственникам о том, что их ждет. Она точно угадывала дату и то, как происходил вот этот переход из одного состояния в другое. Удивительные свойства Блаватской наделали много шуму в Обскове, куда она вернулась к родным после десяти лет отсутствия. Прожив в Обскове год, Блаватская уехала в Тифлис. По дороге она встретилась с преосвященным Исидором, экзархом Грузии, впоследствии митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским. Преосвященный ее расспрашивал, задавал вопросы мысленно и, получив на них толковые ответы, был изумлен. На прощание он благословил ее и напутствовал словами. «Нет силы не от Бога. Мало ли неизведанных сил в природе. Всех их не дано знать человеку. Но узнавать их ему не воспрещено. Бог да благословит вас на все хорошее и доброе». Блаватская прожила на Кавказе еще целых четыре года. Чтобы ни от кого не зависеть, она старалась сама заработать деньги. Великая искусница в рукоделиях, она делала искусственные цветы. Одно время у нее была целая мастерская, и дело шло очень успешно. Она даже придумала дешевый способ добывания чернил и впоследствии продала его. Но главное дело в ее жизни было впереди. И она это знала. 1868 год. Блаватской 37 лет. Начинается один из самых таинственных периодов ее жизни – обучения в Тибете. Она мало рассказывала об этом. Но в ее письмах есть такие строки. «Те, кому мы пожелаем открыться, встретят нас на границе. Остальные нас не найдут, даже если бы двинулись на Лхасу целой армией». В этих словах есть разгадка того, почему никто до сих пор не может найти страну великих учителей – Шамбал. Она открывается только избранным. Остальным туда доступа нет. Сейчас расплодилось великое количество магов и посвященных. Но отличить их от учеников Шамбалы вовсе нетрудно. Истина посвященной никогда не будет говорить об этом. У посвященных нет титулов. Они просты в своей жизни. И они никогда не кичатся своими знаниями. Истина посвященной находится под воздействием высоких лучей энергии. И происходит это только тогда, когда его сознание готово их принять. И старая истина всегда остается незыблемой. Учитель приходит, когда готов ученик. Поэтому туристы и просто желающие приобщиться к великой тайне Тибета так и останутся ни с чем. Блаватская никогда не рассказывала о трех годах жизни, проведенных в Тибете. И только однажды написала. «Есть несколько страниц из истории моей жизни. Я скорее умру, нежели их открою. Они слишком сокровенны». Достоверно известно, что жила она недалеко от резиденции Таши Ламы. И стала учеником двух учителей. Много позже Блаватская писала. «Учителя появляются среди людей в поворотные моменты истории. И несут миру новое знание. Такими учителями были Кришна, Зараастр, Будда и Иисус. Иисус снизошел на землю без согласия остальных, движимый желанием помочь человечеству. Его предупреждали, что он избрал не самое удачное время. Но он все-таки пошел и был казнен из-за происков священников». Великие учителя человечества являлись в разных обликах. И Зараастры, и Будда, и Христос, и Лао-Дзи, и Конфуций, и Платон. Это явления очень близкие, которые в свое время, через доступные для того времени формы, создавали условия для сдвига сознания и готовили будущие возможности для роста человечества. Блаватская писала, «За Гималаями находится ядро адептов разных национальностей. Они действуют сообща, но их истинная сущность остается неведомой для рядовых лам, которые в большинстве своем невежды». Как обучалась Блаватская, не знает никто. Она хранила тайну. Ведь сокровенное знание можно использовать и в корыстных целях. Прошло три года, обучение закончено. Блаватская покидает Цибет и начинается ее служение человечеству. Учителя поставили перед ней важную задачу – раскрыть людям сокровенные учения о строении Вселенной, о природе и о человеке. Вечные человеческие ценности должны противостоять материализму, жестокости и ненависти. В 1873 году, выполняя наставления учителей, она отправилась в Нью-Йорк. Там происходит встреча с будущим другом, учеником и соратником, полковником Генри Олкотом. Этот известный адвокат, журналист, человек высокообразованный и духовный, стал ее опорой на всю дальнейшую жизнь. 11 ноября 1875 года было организовано Теософское общество в Нью-Йорке в присутствии 16 человек. И помогал Елене Петровне Плаватской в этом деле американский полковник Олкот. Теософическое общество ставит перед собой три цели. Первое – братство безразличия религий, рас и национальностей. Второе – сравнительное изучение религий, науки и философии. И третье – исследование неизвестных законов природы и скрытых способностей человека. Великое духовное движение в течение нескольких лет быстро распространилось по миру и произвело настоящий переворот в сознании людей. В Индии и на тогдашнем Цейлоне Теософское общество способствовало возрождению буддизма. Махатма Ганди полностью разделял идеи общества. И оно оказало большое влияние на движение за независимость Индии. Деятельность общества значительно повлияла и на прагматичную западную культуру. В России идеи Блаватской впоследствии были блестяще продолжены Чтой Рерихов и русскими учеными-космистами Циолковским, Чижевским, Вернацким. Членами Теософского общества стали многие выдающиеся люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Ведь вера не должна разделять людей. Что такое Бог? Блаватская писала, что Бог – это таинство космических законов. Бог не может принадлежать только одному народу. Будда, Христос, Магомед – великие учителя человечества. Религиозные войны – это тягчайшие преступления против законов космоса и против всех людей. Отпущение грехов невозможно. Их можно искупить только милосердными поступками. Уже первая работа Блаватской, «Разоблаченная Изида», написанная в 1877 году, имела ошеломляющий успех. Уникальность того, что сделала Елена Петровна Блаватская, это было раскрытие, впервые, пожалуй, раскрытие вот этих тайных знаний, сокровенных знаний разных религий и доказательство, единство корней мировых религий. Расшифровка символов, мифов, религиозных каких-то положений у разных народов. С 1878 года Блаватская и полковник Генри Олкот живут и работают в Индии. В городе Адьяре они основывают знаменитую на весь мир штаб-квартиру теософского общества. Она до сих пор остается центром философов всего мира. Но именно в Индии началась травля Блаватской. Ее развернули христианские миссионеры, которых Елена Петровна не раз критиковала. Мотивом ее критики было именно фарисейство, что церковь не выполняет заповеди Иисуса, живет не согласно тому, чему говорит. И, разумеется, очень многим это не нравилось, особенно в Индии, когда она столкнулась там с миссионерами. И миссионеры устроили против нее провокацию. От этого Блаватская страдала. Она постоянно болела и не раз была близка к смерти. Но Елена Петровна смерти не боялась. Она еще не сделала всего, для чего ее послали на землю. «Смерти нет», – писала Блаватская. «Человек продолжает оставаться одним и тем же. После смерти душа погружается в сон, а потом, пробуждаясь, направляется либо в мир живущих, если ее еще влечет туда, либо в другие, более развитые миры». Но вот ее объявляют мошенницей века. Виной тому вердикт, вынесенный Лондонским обществом психических исследований, опубликованный в 1885 году. Блаватскую обвиняли в том, что ее великие учителя – сплошная выдумка. Обвиняли и во многих других столь же нелепых грехах. Узнав обо всем этом, индусы засыпали ее письмами. Пришло и послание индийских ученых за семью десятью подписями. Мы удивлены, прочтя отчет лондонского общества. Смеем заявить, что существование Махатм неизмышлено. Наши прапрадеды, жившие задолго до рождения мадам Блаватской, с ними общались. И сейчас есть в Индии лица, находящиеся с учителями в постоянных сношениях. Общество совершило грубую ошибку, обвинив мадам Блаватскую. Но понадобилось целых сто лет, чтобы эта ошибка была исправлена. Только в 1986 году был опубликован отчет Лондонского общества психических исследований о деятельности Блаватской. Он начинал со словами. Согласно новейшим исследованиям, госпожа Блаватская была осуждена несправедливо. Однако за сто лет измышлений на тему Блаватская было предостаточно. Как это неудивительно, особенно постарались ее российские оппоненты. Дошло даже до того, что она обвинялась в убийствах, колдовстве и даже в отступлении от основ христианства. Но что это они все врут, удивлялась Елена Петровна? Откуда они взяли, что я собираюсь упразднять христианство и проповедовать буддизм? Я никогда не отрекалась от Христа. Елена Петровна была из разряда пророков. Она жила этим. Ее сердце горело этим рвением к тому же Христу. А священство создавало организации, создавало общество. И это необходима форма была консервирования этих знаний, ограничения этих знаний и в какой-то степени профанация этих знаний. Ведь зависело очень много от того, кто был во главе этой церкви, кто проводил эти знания. Она уехала из Индии в 1884 году. Морально уставшая и смертельно больная. Своё последнее пристанище она обрела в Англии. Здесь, в Лондоне, Блаватская завершает главный труд своей жизни – «Тайную доктрину». Блаватская «Тайную доктрину» написала в 1888 году. Эта работа посвящена философским вопросам. Она раскрывает причину возникновения Вселенной, космической эволюции миров, космическую эволюцию человека. В этой книге, там такой синтез древних учений разных народов, представлен такой размах знаний, каким не обладали ученые того времени. Поразительно! Два огромных тома «Тайной доктрины» были написаны в течение двух лет. Такой труд под силу только большому коллективу исследователей, а эти книги были написаны женщиной, даже не имевшей специального образования. Изданная в 1888 году, «Тайная доктрина» становится настольной книгой наиболее прогрессивных ученых. Студенты и преподаватели Массачусетского технологического института в США и профессора Нью-Йоркского Гарвард-клуба вот уже несколько десятилетий исследуют «Тайную доктрину». Зачем же? Блаватская предсказывала, сдвиги науки, предсказала целые направления в научных открытиях, которые потом свершились, и с открытием рентгена, с открытием электрона, с делимостью атома, с теорией Эйнштейна, относительности и так далее. Но сейчас наша наука подошла уже к другому как бы рубежу, к другому барьеру. Прежде всего, это касается открытий в астрономии, в астрофизике. В науку входит проблема сознания, о чем предсказывала Блаватская. Вот еще пример подтвердившегося откровения. Солнце сокращается так же ритмично, как и человеческое сердце. Только для этого солнечной крови требуется 11 лет. В 20 веке этот солнечный пульс был открыт Чижевским. Как говорится, нет пророка в своем отечестве, и, к сожалению, популярность Блаватской в России невелика, хотя в Америке ее знают и уважают гораздо лучше. Альберт Эйнштейн изучал ее труды, Томас Эдисон был членом теософического общества. И это не случайно, потому что Блаватская предсказала множество научных открытий. Загадку пришельцев-гуманоидов, их таинственных появлений и исчезновений, Блаватская объясняет так. Существуют миллионы и миллионы миров, невидимых нами. Они с нами, внутри нашего собственного мира. Обитатели их могут проходить через нас, как вы, сквозь пустое пространство. Их жилища и страны переплетаются с нашими, и, тем не менее, не мешают нашему зрению. Ни одна великая истина никогда не была принята современниками, и обычно проходила столетия, а то и два, прежде чем ее принимали ученые. Так и мой труд будет оправдан частично или целиком в 20-м столетии. Пророчески написала Блаватская во втором томе «Тайной доктрины». И действительно, то, о чем писала Блаватская, нашло понимание только через сто лет. Елена Петровна умерла в Англии в 1891 году, почти завершив работу над «Тайной доктриной». Свою миссию эта необыкновенная женщина выполнила. Она донесла великие идеи Шамбалы до прагматичного сознания человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok